Мастер. Атакт сердца двух сильнейших отражений. Ваган Макон. Ребенок Император. Что с тобой? Я вижу внутри Гару нечто инородное и зловещее. Как я и думал, ты все же под контролем. Приди в себя, Гару! Я уже говорил тебе. Я все делаю по своей воле. Серебряный клык прав. Ага. А ты еще кто? Я Бласт. О мелочах попозже. Ты находишься под контролем Бога. Что ты сказал? Бога? Ты не совсем понимаешь суть божественной силы. Твоя атака легко может привести к полному уничтожению всего живого. Правда ли это твоя цель? Только посмотрите на этого пустозвона, вдруг появившегося из ниоткуда. Даже если это так, что ты предлагаешь мне сделать? Если ты понимаешь всю серьезность ситуации, позволь мне перенести тебя в другое измерение. Взгляни. Обычные люди не способны выдержать космическое излучение, которое исходит от тебя. Они не имеют иммунитет, как я. Поэтому могут погибнуть от одного твоего присутствия. Похоже, в нем еще осталось немного человечности. Смог ли он избежать полного захвата сознания? Несмотря на это, выглядит он жутко. Что было бы, если бы Бог полностью поглотил его разум? Я надеюсь, что он прислушается к здравому смыслу и отправится со мной. Но если нет, это будет битва двух существ, манипулирующих силами космоса, чтобы определить, кто прав, а кто нет. Божественная сила не так уж и плохо. Одно мое присутствие означает смерть. Я наконец-то стал настоящим символом абсолютного зла. Не будь идиотом. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как изменится человечество под давлением постоянного страха перед абсолютным злом. Я ужасающее будущее. Угроза божественного уровня. Нет, я не позволю. Остановись, серебряный клык. Если подойдешь поближе, то умрешь. И что с того? Если хочешь это сделать, тебе придется сначала убить меня. Абсолютному злу никто не нужен. Окружающие люди будут лишь страдать. Прикончить старика прямо здесь. Никогда больше не видеть Торео. Вот что я должен сделать. В том числе, для их же блага. Это мой шанс. Берегитесь. Генас! Ты не единственный, у кого есть иммунитет от излучения. Кибердемон? Хе-хе-хе. Как героично. Ага. Так значит, тот лысик был настолько силен, чтобы иметь героя С-класса в учениках. Да. В этом есть смысл. Портальная пушка. Инудительная телепортация. Что это за дурацкая атака? Гравитационный кулак. Запечатать. Я понял, как использовать эту силу. Что? Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Порталы измерений разрываются от переизбытка энергии. Если бой продолжится, планета будет уничтожена. Нужно всех эвакуировать. Ха. Я вижу, ты не зря занимаешь первое место С-класса. Но сейчас мне не до тебя. Этот лысик все еще не выкладывается на полную. Если я скопирую его силу, а затем усовершенствую, я смогу победить. И чтобы заставить его сражаться во всю силу. Стой! Не делай этого! Мастер. Ты немножко опоздал. Ты же тот самый парень. Не приближайся! На, лови. Генназ. Мастер, это удивительно. Как у вас получается пребывать на место происшествия вовремя? Так вот, что значит быть героем. Ага, да не, я всегда прихожу слишком поздно. Есть ли у меня на самом деле геройская интуиция? Похоже, что нет. Прием из серии серьезных. Серьезный удар. Режим Сайтама. Серьезный удар. Серьезный удар. О, это энергия. Дело плохо. Земля будет уничтожена. Ты же тот самый парень. Не приближайся. Старик, ты действительно крутой? Не мог бы ты оказать мне услугу? Говори. Пожалуйста, помоги мне не разрушать все вокруг, когда я сражаюсь с монстром. Эй, я могу избавиться от ассоциации монстров в одиночку. Не кради мою идею. Б-класс. Мастер. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok